В замке Вивельсбург Гиммлер намеревался устроить центр германской национал-социалистической новой религии, которая создавалась идеологами СС как соединение язычества древних германцев, истинного, еще не отравленного евреями христианства и оккультизма прошлого века. Символизм замка Вивельсбурга, основной зал Вивельсбурга оформлен был под влиянием мифа о святом Граале. Зал Грааля замка находился под огромным куполом, он имел 48 окон и предназначался для религиозных медитаций, рейсхюрера и людей, приближенных к власти. С первых дней существования организации археологи, этнографы, филологи, историки снимали для СС пропагандистские фильмы, писали учебно-воспитательные программы, в обязательном порядке каждому члену СС преподавали эпос Эда и обучали чтению рун. В стенах Аненерби часто поднимался вопрос об Атлантиде, и им интересовался Гиммлер. Именно в этом институте было придумано название Гельголанд – Святая Земля. Идеологи национал-социализма стремились придать германским началам независимый окрас, что позволяло бы национал-социалистам ощущать свою исключительность, ничем не обязанную Аврааму. После войны эти идеи были подхвачены пастором Юргеном Спанутом, который отождествлял Атлантиду с Гельголандом. Сотрудники организации «Наследие предков» читали лекции бойцам зондеркоман и охране концлагерей для научного обоснования тотального уничтожения врагов Тысячелетнего Рейха. Рейх, друзья, как они планируют и пока у них это получается, должен длиться тысячу лет. Пока что у нас с вами 20 век и 21 век, но это где-то 150 лет, может быть, они захватили. Я не беру только войну, и время мы они отчитываем от войны, друзья. Это будет неверно. Но они, то есть германцы, те, которые были во главе, рассчитывали на тысячу лет. То есть Рейху будет, неважно, как вы его назовете, третий, первый, четвертый, это неважно, он должен длиться тысячу лет, чтобы освоить землю и освоить людей на земле, поджать их под себя и стать их командованием. Потому что все, что творится сегодня, как раз доказывает то, что не смогли германцы взять полностью все народы мира под контроль. Именно поэтому они пропагандируют сейчас войны. Ну и экономические спады, которые тоже разрушают народы. Один из лучших в мире специалистов по культурам готов и викингов, доктор Герберт Янкут, доказывал, что древние германцы безжалостно топили в болотах предателей, гомосексуалистов, вероотступников, причем вместе с их семьями. После того, как немецкая армия завоевала Крым в июле 1942 года, Гиммлер посылает туда доктора Янкуна, а также Карла Керстина и барона фон Зеефельда на поиск остатков материальной культуры Готского королевства, которые, как они официально объявили, так и не были найдены. Если вы помните, я в трех примерно роликах своих о Крыме рассказывал как раз о том, что войска немецкие, когда вошли в Крым, то район Коктебеля, район Феодосии, район биостанции были отданы под отряд СС, но отряд СС состоял из румын. То есть румыны были основной частью отряда СС, которые занимались на биостанции, и наши войска, отступая, оставили биостанцию, лаборатории в полнейшем порядке с тем, чтобы немцы могли войти и приступить сразу к работе. Ничто не было разрушено, ни одна лаборатория. А когда немцы уходили, это я уже вам в продолжение, они точно в таком же хорошем порядке оставили все для Красной Армии. То есть система одна, работала одна система. Как бы трудно вам не было, друзья, это понимать, но освобождайтесь от догм, которые навязывало в течение 70-80 лет правительство наше, российское или СССРовское, так и лучше сказать. И правительство тоже других стран, они в принципе говорили как бы одно и то же, но правительство СССР дальше всех перешагнуло, об этом мы еще будем говорить. А сейчас просто кратко скажу, что в дальнейшем Крым должен был быть полностью расселен. Никаких иностранцев, а не то, о чем вам пропагандируют, что Крым готовился как еврейская республика. Это все было полное ложе. Крым никогда не собирался быть Израилем. Крым готовился под особые программы, друзья. Крым должен был быть полностью расселен. Никаких иностранцев и колонизирован только одними немцами. В Крыму жило тогда, перед войной, уже огромное количество немцев, которых считали русскими немцами. Но это были просто немцы. Они и сейчас немцы живут в Крыму. Я хочу вам сказать, я дружила со многими немцами в Крыму, и могу вам сказать, это прекраснейшие люди. Это добрые, порядочные люди и очень трудолюбивые. Молоко, молочные продукты, яйца я предпочитала брать. Только у немцев. Ни у кого более. Оно того стоило, друзья. Поэтому, когда хвалят немцев, я могу сказать вам, друзья, что, как бы, порядочнее и чище людей я не встречала. Итак, Крым должен был стать территорией Третьего Рейха, где должны были жить одни немцы. Именно поэтому советская власть выселила из Крыма только из района Феодосии. То есть из этой части Крыма Восточной выселили 60 тысяч немцев. Ну, что было с районом Севастополя и Симферополя, это я, друзья, не знаю. Говорю вам только про нашу часть, где я проживала в Коктебеле. Это район Феодосии. Оттуда было выселено такое количество немцев. До сих пор табличка о выселении немцев из этого района висит на железнодорожном вокзале города Феодосии. Будущая крымская колония была названа Готенгау Готский округ. В честь готов, которые, как полагал Ян Кун, были предками немецких арийцев. Особое внимание доктор Ян Кун уделял разграблению Крымского музея. Чуть позже он попросил зачислить себя офицером разведки в дивизию СС «Викинг», где он раньше проводил культурно-политическое воспитание. По оценкам Гиммлера, ареизация региона должна была происходить постепенно в течение 20 лет. Сначала предполагалось депортировать местное население, затем перераспределить территории для поселения арийской расы. Дополнительно, к исключению славян и низших рас, предполагалось высадить дубовые и буковые деревья, чтобы копировать традиционные немецкие леса, а также высадить новые посевы, которые были привезены из другой прародины арийцев Тибета. Гиммлер приказывает создать новые учреждения в структуре наследия предков. Его возглавляет Шефер. Затем создается биологическая станция вблизи австрийского города Грац, где Шефер с семью другими учеными разрабатывает новые посевы для тысячелетнего рейха. Полная реализация плана ареизации стала невозможной из-за продолжающейся войны, но небольшая колония была основана в полевом штабе Гиммлера рядом с Киевом. С 10 октября 1942 года войска СС, возглавляемые Гиммлером, депортировали 10 623 украинцев в вагонах для скота перед перемещением этнических немцев. Фолькс-Дойче из Северной Украины. СС передала немским семьям необходимые материалы, а также землю. Крым, Крым для немцев играл особую роль, но Крым остается нетронутым. Это знаете, как могила запечатана. Люди живут сверху, таракашки, букашки ползают, ходят по этой земле, но могила запечатана, и никто ее не посмел еще открыть. Поэтому, друзья, будущее событие, они грядут. Именно поэтому я утверждаю, я знаю, что Крым будет расселен полностью. Люди оттуда будут выдворяться. И как бы сейчас не хозяйничали, не разграбляли Крым, Аксеновы, Константиновы и все их семьи, кумовья и их родичи, Крым все равно вернется на свое место. Крым будет тем местом, которое ему было запланировано еще германцами, которые возлагали на Крым, зная преимущества Крыма. Они возлагали большие надежды на Крым, как на свою точку развития праматери германцев, потому что Крым – это есть родина богов, это есть олимп богов. А Красная армия, Красно-Шариковская армия, она призвана была растоптать, разбомбить, разрушить все, что есть в Крыму. Никакие дворцы практически не сохранились. Особенно, что касается дворца слез, друзья, там сараи, а не те, воспетые художниками, поэтами, воспетые фонтаны. Они исчезли, их разрушили, а вам на смену поставили сараи. И вы думаете, что это были ханские дворцы? Друзья, откройте глаза, включите тумблер, включить мозг, и думайте, что это все ложные маяки истории, как говорит мой друг, профессор Игорь Владимирович Дивиденко. Он написал прекрасные книги, у него трилогия этих книг, ложные маяки истории. Возьмите, купите, почитайте, прекрасные книги, наполненные информацией. Я думаю, вы не пожалеете. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан.